МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простите, а вы кто? Разуй глаза, папаша. Я дама твоей мечты. Милая девушка, дама моей мечты не может носить такие волосы по определению. Эй, пап, ты что, купился, что ли? Машка, ты? У бабушки в деревне коза Машка, а я Марья Михайловна. Пап, поздравь меня. Я сдала самый трудный экзамен. Моя дочь в таком виде ходит в университет. Ой, какие все зануды. И ты, и папа, самый худший зануд. У нас в универе еще не к такому привыкли. Девчонка одна притащила младенца. Да. Приволокла его прямо в аудиторию. И говорит, можно моя зоненька тут посидит, пока я к ответу подготовлюсь. Доча, где ты взяла этот ужас? Что, опять за старое? Ну, сколько раз я тебе говорил, доча, не надо брать чужие вещи. Мало ли что. Ой, вещи папа не любят висеть в шкафу. Они любят, чтобы их прогуливали. Вещи без внимания, папа, просто вянут, пропадают. Так, вот только безжалостные люди заставляют висеть свои вещи в шкафу. А я же просто помогаю хозяевам. Вот, например, есть же няньки для детей, а я нянька для вещей. Правда, моя маленькая панкушечка. Папа. Да-да-да-да. Папа. Да. А ты не забыл, какое сегодня число? Да. А что, уже месяц прошел? Как время бежит. Сейчас, сейчас, секундочку. Доча, 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 доча. Вот, вот, вот эти уехали на неделю. Так, это не годится, это тоже не годится. Вот, полторы недели. Тоже не годится? Нет. О, а эти на две недели. На две. Ну, это уже лучше. Слушай, а тебе две недели годятся? Да-да-да-да. Эти две недели кто-то проведет, катаясь на верблюде, а кто-то в это время посидит в гнезде. Е-е-е-е-е. Пойдет. Заворачивай. Давай. Интересно, как она тебя называет? Козлик? Зайчонок? Нет, никакого животноводства. Я бы тебя называла мой генерал. Шурка, заходи. Я без твоей помощи на пятый уровень попал. Сейчас догоню тебя. Давай. Не двигаться. Ой, не надо. Я все объясню, только не стрелять, ради бога. Позвольте считать до трех. Раз. Два. Машка. Марья Михайловна, опять за старое? Па, не будь занудой. Как я тебе? На мать похоже. Только у матери такого платья не было. Зато у меня теперь есть такое платье. Правда, ненадолго. Па, мне нужен новый адрес. Да? А что, две недели прошло? Угу. Как время быстро идет. Сейчас, сейчас, доча, сейчас я все сделаю. Ты посмотри, я на пятый уровень живой-то дошел, а? Папа. Все, все. Спустился. Продолжение следует. Красного войны. Это просто злой, а я ищу за камеру. Угу. Сейчас я не знаю. Растёт. Слышишь. Не видно. Этитово не ожидает. Угу. Да? Слышишь, слышишь. Угу. 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 На чем-то идем? Мяу! Мяу! Так, стой на месте, не подходи ближе. Ты мне улыбался, а я тебе нет. Такая красивая. И такая злая. Понимаешь, я на задании. Если ты сорвешь мне встречу, я тебя пристрелю. Стреляю с двух рук, по-македонски. Ненормальная. Кость, ну что ты там так долго? Я же женщина жду тебя. Помогите мне. Я на ручку заявлю. Подожди, я сейчас. У тебя что тут, гантели что ли? Да, похоже. Мы ж не на воздушном шаре летим. Инна, я не люблю, когда ты так говоришь. А как я говорю? Я обычно говорю. У нас явные проблемы с распределением ролей. Давай быстрее, самолет ждать не будет. Быстрее! Да-да, иду. Да, туда иди. Вот клоуны. И... И... Все, у меня зайдет. Ой, какая масса какая! Звучит музыка? Кто ж так дверь закрывает? Как дети, че слово? Ай! Ай! Алло, пап, я не спросила, до какого числа мне такое счастье? Десять дней. Ой, ну это, конечно, не десять лет, но и на том спасибо. Хорошая квартира. Да, ну, я бы хотел, чтоб ты ко мне на выходные заезжала. Ну, что-то все по чужим адресам. Хорошо. Ты снова перед компьютером ешь. Слушай, мне это надоело. Я звоню в Интерпол, Полицию нрав и Международный суд в Гааге. Пусть высылают самолеты, вертолеты и подводные лодки. И конфискуют у тебя эту гадость. Вот-вот, узнаю. Родную дочь мамы. Для меня это доча, не глупости, это моя жизнь. Да, хотел тебя спросить, ты про какого-то генерала говорила? Что? Кто-то завладел твоим беспечным сердцем? Папа, пока волноваться рано. Когда придет время, я тебе первому сообщу, мол, начинай волноваться. Что-нибудь от мамы есть? От мамы? Не, открытка. Звонить, значит, не будет. Так, все забыли, я не хочу об этом говорить. Пока. Пока, целую. Получай, фашист, гранату. Вылет рейс со 111 в Венецию задерживается на три часа по метеоусловиям. А времени вылета будет сообщено дополнительно. И зачем мы только так мчались? Инна, я подумал, я не хочу ждать. Опять капризы. Нет, мы решили, значит, мы полетим. Это ты решила. Ну, зачем ты упрямишься? Всего-то три часа подождать. И заметь, три часа со мной. Некоторые бы многое удали за это. Вот именно, некоторые. Ну, хорошо, я дура, я не так выразилась. Ты же знаешь, что ты для меня значишь? Пожалуйста, я тебя прошу, не упрямься. Давай пойдем куда-нибудь в кафе подождем, а? Да. Похоже, здесь живет мальчик. И живет один. Женских вещей не наблюдается. Энергичная дама, которая запихивала его в такси, по ходу приходит с военно-полевым чемоданчиком. Пожила-пожила, свалила вещички в рюкзачок, вставную челюсть из стакана и отстегную ногу из прихожей. И... Гоу-хоум! Удобная дама, не оставляющая улик. Вау! Какой пиджачок прикольный, а? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ммм. О-о-о! Да мой Франц! Чик! Продолжим знакомство. Что мы читаем? Что попало мы читаем? О! Мы занимаемся рекламой. Пейте пиво пенное, рожа будет офигенная. Так, это что такое? Умберто Эко. Имя Розы. Я буду называть тебя мой Умберто. О-о-о! Умберто! Так. Значит, ты уже не передумаешь. Знаешь, это бывает даже у тебя упрямым. Но настойчивость надо проявлять совершенно в других ситуациях. Да, отложили рейс, это неприятно. Но нужно было чуть-чуть подождать. Я понял, что я не хочу ничего ждать. И я не хочу никуда лететь. Значит, сёк это под хвост, да? Знаешь, за сколько месяцев я покупала эти путевки? Хотела с тобой, к морю. Я так надеялась, что ты решишься. На данный момент абонент недоступен. Оставьте своё сообщение после звукового сигнала. Алло, мам, привет. Муж попоздравит меня с успешной сдачей очередной сессии. Папу поздравь тоже. Без него я бы не справилась. Мы, конечно, получили твою открытку, но всё-таки хотелось бы услышать твой голос. Пока. А знаешь что? А я сама полечу. Возвращаемся в аэропорт. Я даже поеду не одна. Давай сюда билет. Давай. Давай. Тебе паспорт мой не нужен? Дурак. Так. Надо же. Рейс отменили. Нет, такого не бывает. Машка. Машка. Доча. Мария Михайловна, будь на связи. Пап, я тут подумала. Может, нам стоит пожить вместе. Ну, пока не съедим друг друга. Что? Алло. Алло. Пап, как же так? Рейс отменили, а? Я уже выбегаю. Все. Хозяева приехали. Доча, доча, будь на связи. Ну, наконец-то. А я уж было заждалась. Это ничего, что без спроса в ванну влезло. Я аккуратно. А как вы здесь? А что вы здесь? А как вы сюда попали? Дверь была открыта. Как открыта? И что? А, вы что не рады мне совсем? А почему я должен рад тебя видеть? Да, не думала, что мы так встретимся. Без слез радости, без дружеских объятий. Как там поется в этом романсе? Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы. Вы руку жали мне. Умчался безвозвратно тот сладкий миг. Меня забыли вы. Мне его мама часто пела. Стой. Какой пурпурный закат. Что ты мелешь? Ну, наконец-то мы с тобой на «ты». А то я уж было испугалась. Кстати, вы здесь одна или вас много? Я здесь одна. Можно я переоденусь? Хорошо. Погоди. Никуда не уходи. Никого. Никого. Ты меня напугал. Я совсем бы не хотела иметь родственника-маньяка. А у тебя взгляд был, как у Ганнибала-лектора, когда он мозги у клиента кушал. Ну, давай знакомься по всем правилам. Это… Алло. Алло. Извините, кто говорит? Какой персонал? Ну, как же, да. Мне дали ваш номер телефона. Вы… Константин Григорьевич Королев. Правильно? Вы отказались от тура и от забронированного номера в гостинице. Правильно? Доча, мы его отвлекаем. Ну, кто? Я и Шулка. Да, он мне помогает. А ты давай сваливай из дома. Па, куда сматываться? Телефон у входной двери. Не волнуйся. Мне кажется, сама справлюсь. Ложись спать. Потом перезвоню. Я вам сейчас дам фамилию чело… моей… в общем, фамилию человека, который занимался оформлением. Сейчас, одну секунду. Алло. Отключился. Странная ситуация. Подозрительный звонок. А тебе кто звонил? Вижу, без милиции. Нам не разобраться. А… Константин Григорьевич Королев? Да, а что? Мы знакомы? А я дочь Григория Королева. Моего отца? Моего отца. То есть как? Вот так, Костик. Выходит, что ты мне брат. Да. Мог бы быть покрасивше. Но ничего. Родню не выбирают. Давай, целоваться на родостях. Бред какой-то! Слушай, я вижу, что я тебе тоже не очень приглянулась. Ничего, ладно. Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Папа знает о вашем существовании? Не думаю. Хотя… Нет, точно не знает. У тебя другие объяснения есть? А они нужны? Мне кажется, нам лучше строго спросить нашего общего папочки, а? Да. Хотя что он может сказать? Знаешь, я на него не сержусь. Без этого его легкомысленного поступка меня вообще могло не быть. Страшно подумать. Че-то аж горль запершило. Водички не дашь? Понимаешь? Понимаю. Я на кухню, ты сбежишь. Ты без меня уже и минутки прожить не можешь. Костя. В отношениях самый главный шаг — это первый. Поверь сестричке. У нее богатый жизненный опыт. Ну, дай водички, а. Тебя как мама в детстве называла? Котик? Котенок? Я буду звать тебя Котофеем. Ну, что так смотришь, Котофей? Ну, я могла бы все это придумать, если бы пришла тебя ограбить. А ты меня поймал с поличным. Но я ведь просто мылась ванной. Только не нужно на меня так смотреть. Как так? Сочувственно. Ой, был бы я помоложе. А что этому кавалиру от вас будет? Слушайте, это не ваше дело. Да можешь проверить. Я ничего у тебя не взяла. Ну, возьми, проверь сумку мою. Возьми. Тебе помочь? Всю жизнь мечтала иметь эту родную душу. То есть кровь, которую могу назвать на ты. Это твое? Посмотри, твое? А это твое? Это книжка твоя? Я знаю. Вот это твое. Точно. Посмотри. Видишь, здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Видишь? Я у тебя ничего не украла. Значит, у меня нет причин тебе врать. Ну, хорошо. Вас не было, и вы не крали. Ты не крала, и ты не врешь. Значит, я тебе сестра. Понятно? Сестра. Хорошо, сестра. Сейчас успокоите, шся, и все расскажешь, что и где. То есть как, кто, где. В общем, все расскажешь. Воды тебе принести? Так странно. Еще вчера у меня никого не было. А сегодня вдруг отец, брат, мама. Нет. Мама у нас, по-моему, разные. Отец живет с моей мамой. А, ну да. Это я так. У меня ведь не было мамы. Совсем нет? Погибла страшной смертью. Ее придавило игровым автоматом в казино. Не может быть. Может, Костя. От моей мамы у меня осталось только письмо, в котором она сообщает про моего настоящего отца. Где его искать? Вот это письмо. Зачитала на дыр. Извини. Там много всего личного. Кстати, а где живут твои родители? В Княжине. И я недалеко. В Брянцево? Да. А как ко мне? Ко мне как попало? А я же здесь учусь. На психолога. Так что, если тебе понадобится помощь, милости прошу. Я подрабатываю психоанализом. Слава Богу, до сих пор обходился. А как ты меня нашла? Это какой-то допрос. Я думала, мы по родственному попьем чайку. А ты меня просто пытаешь. Кстати, чуть не забыла. Тебе ни о чем не говорит? Вот эта фотография. Это мой отец. Чего ты так на меня смотришь? Представляешь, я ведь должен был уехать. Да? На десять дней. И мы бы с тобой не встретились. Ужас. Ты ничего не хочешь мне сказать? Честно? Честно. Честно. Я… Дело в том, что… Я… Очень… Хочу… Есть… В смысле, кушать… Ням-ням. Ты готовить умеешь? Конечно, вопрос интересный. Но лучше было бы его задать будущей жене, нежели сестре. У тебя что, не найдется колбасы и краюхи хлеба? Я собирался уезжать. Ну, хоть какие-то стратегические запасы у тебя должны быть. Ну, как у каждого нормального культурного индивида. Например, бараний бог там. Или собственноручно закрученные маринованные корнюшончики. Или, например, на худой конец банка красной крысы, валявшейся под кроватью. А ты забавная и бесстрашная. Это угроза. Как я могу угрожать собственной сестре? А другим можешь. По обстоятельствам. Впрочем, мы начали дискуссию, которая лучше пойдет на сытый желудок. Я пока поищу бараний бог, а ты картошки почистишь. Ну что, решайтесь. А то я уже засиделся. Знаете, я вам профессию не выбирала. К тому же, стоите вы или едете, денежки все равно капают. Ну, если передумаешь, звони. Дам чудо аэропорта со скидкой. Как почетного пассажира. Нет уж, спасибо. На сегодня вы свободны. Во всяком случае от меня. Костя! О! Кто это? Мой папа. Наш папа. А что это он? Так поздно. А ты не рада? Нет, ну, я просто немножко волнуюсь. Да. Похоже, волноваться надо мне. Я пришла мириться. Я погорячилась, но согласись, что ты был неправ. Мири-мири навсегда. Кто поссорился, свинья. Нам сердиться не годится. Нужно с Костиком помириться. А извините, вы не подскажете, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов его катетов или это выдумка сплетников? Кто это? Понимаешь? Нет, не понимаю. Еще не понимаю, зачем я отпустила таксиста. Это что, ночная бабочка? Котофей, это твоя мамочка? Познакомь нас. Котофей? Ты для нее уже Котофей, да? Да не волнуйтесь вы, мамаш, ваш сын в надежных руках. Мой сын. Между прочим, я моложе его на полгода. Ой, а по вам не скажешь. Что делать с человеком стресса большого города? Инна, я прошу тебя… Так, остановись. Могу ударить, я рассудительная женщина, поэтому предупреждаю тебя сразу. Тут такая история. Это… Это моя сестра. Ты меня что, за идиотку принимаешь, да? Вопрос интересный. А я не с тобой разговариваю. А вы тоже тут не фамильярничаете? Раз уж вы не его мама, я могу и не говорить с вами уважительно, и могу не сдержаться. Хорошо, а сестра, даже не знаю твоих родственников лицо, ты вообще знаешь, как ее зовут? Нет. Ну, вы тут поворкуете, а я в ванну. О, мне как раз не хватало одной. Люблю, знаете ли, долгими осенними вечерами понижиться в ванной шампанским. Не сегодня. Котофей, проводишь гостю, потрешь мне спинку, ладно? По-братски. Ночная бабочка. Вот крыса. Хе-хе-хе-хе. Давай, сейчас он выйдет. Смотри. Вот этого надо замочить. Вот, видишь? Алло. А, доча. Привет. Да, да Шурка здесь. Он хотел домой идти, но вот… Да ты что, он мастер. Мне до него как до луны. Ой, прости. Как твои дела, доча? Мне, конечно, очень интересно, папа, как обстоят дела с очередной игрой. Но поверь, у меня совершенно нет на это времени. Да, да, нахожусь на старом адресе. Надеюсь, ночь продержаться на актерском таланте. Пожалуйста, найди мне завтра новую квартиру. Слушай, а как они тебя оставили-то? На ночь. Алло, алло. Вот он, вот он. Мочи его, гадом. Молодец, Шурка. Давай. У-у-у. Производственная травма. Да, по делам тебе, братец. Есть в жизни три правила, которым тебе стоит следовать. Первое правило. Закрой поддувало и не сифонь. Второе правило. Если переходишь дорогу, посмотри сначала налево, а уж потом направо. И, наконец-то, третье правило. Не стой под стрелой, шандарахни так по башке. Костей не соберешь. А ты, пожалуй, пренебрег всеми тремя. Она ушла. Пойдем поедим. Ты довольно спокойно отнесся к тому, что вы расстались. Это ведь была твоя девушка? Да, Инна. Кстати, как тебя? Тебя-то как зовут? Мария. А как тебя мама в детстве называла? Не знаю. Извини. Я просто хотел знать, как тебя называть. Ну, придумай что-нибудь сам. Аппетит пропал. А это правда, что ты водишь квартиру проституток? С чего ты взяла? Это не я взяла. Это Инна взяла. Взяла и брякнула. Мы с ней, если честно, не очень подходим друг к другу. Она такая… Ну, ты видела. А я такой… Ну, сама понимаешь. У тебя очень маленький словарный запас, Котофеич. Ну, ничего, я с тобой позанимаюсь. Понимаешь, мысль нужно выражать полно, конкретно и развернуто, да? Как у Мберта Эка. Вот, например, твою ситуацию можно было описать так. Он был титулярный советник. Она генеральская дочь. Он скромно в любви к ней признался. Она прогнала его прочь. Правильно? Откуда ты взялась такая? Вышла из твоей ванной. Ладно, отложим брифинг на после. Хотя куда уж после, ночь на дворе. Я тебе в своей комнате постелю. В своей комнате? Да. А что? Тебе здесь не нравится? Нет, мне здесь все нравится. Мне просто не нравится сама постановка вопроса. Свой дом, своя комната. Как-то… Ну, это, конечно, хорошо на первых порах, но всю жизнь прожить в одних и тех же стенах. Стелить одну и ту же скатерть на один и тот же стол. Лежать на одном и том же диване. Видеть рядом одного и того же человека. Так. Я о мебели. А ты о чем? А ты перелетная птица. Ух ты, смотри, полчаса со мной пообщался и уже почти поэт. Ну, ничего. И ты меня узнаешь поближе. Может, еще и передумаешь. Да, Марья? Откуда ты знаешь? Это я себя так называю. Что? Черт! О! Уже проснулась? Котофей, а ты не помнишь, мы с тобой случайно вчера не поссорились? Это на тебя мой чай так подействовал? Нет. Просто мне плохое предчувствие. И мне оно не нравится. Я тоже люблю начинать день, когда впереди много хорошего. Да, это я называю маленькое счастье. Я вот все думаю. Может, мы и вправду с тобой, братья? Скорее сестры. Завтра готов. Быстро поедим и поедем. Куда поедем? Знакомиться с папой. Я вчера все обдумал и решил, что так чудесно возникшие родственные связи нужно укрепить. Ты рада? Угу. А твоя тетка, случайно, не оставила шампанское? А нарочительная хозяйка, у нее ничего не залежит. Жалко. Я бы выпила. Тебе сколько лет? Тебе пить-то можно? Мне двадцать один. Я обычно не сообщаю этого мужчинам. Просто хочу проверить свою память и сообразительность. Чего? Вот оно, твое представление об идеальном счастье. Одни и те же стены вокруг, одни и те же люди. Да, когда я стану богатым, я построю дом и поселю в нем всю свою семью. И мы будем пить чай на клетчатой скатерти на террасе по воскресеньям. Что тут плохого? Стоит ли становиться богатым ради осуществления такой убогой мечты? Поделись своей и посмотрим, о чем мечтает прогрессивная и продвинутая молодежь. Тебе не понять. И все-таки, я хочу узнать тебя поближе. Я хочу прожить десять, нет, сто жизней. Из каждой жизни я хочу взять самое вкусное. Я хочу быть и столбовой дворянкой, и какой-нибудь там крестьянкой, золотой рыбкой, и владычицей морской. Жить ярко, в кайф, понимаешь? Впечатления и приключения. Вот смысл жизни. Пойдем. Куда мы идем? За машиной. К страшному прапорту. Что? К другу моему старому Сереге. Я ему вчера машину отдал на время, теперь заберу. А ехать далеко? В Княжин. Это же рядом с твоим Брянцевым, должна знать. А, ну да, они живут в Княжине, ты говорил. Слушай, может быть, мы как-нибудь там созвонимся, спишемся, а то свалимся, как сосульки на голову. А люди возрастей, и это нехорошо. Не переживай ты. У меня мама замечательная, она всегда хотела дочку. Она поймет. Тем более, дело даришь. Никаких отрицательных последствий для нашей семьи не имевшие. Ну, пока, во всяком случае. А ты вообще, сирота, тебя вдвойне нельзя обижать. Пошли, пошли. Здравствуйте, здравствуйте. Инна, очень рад вас видеть. Мне Костя о вас так много и так хорошо рассказывал, я ему просто позавидовал. Что ты мелешь? Видите, стесняется. А мне он говорил, что вы самая замечательная девушка на свете. Спасибо. Мне он-то тоже говорил. Мария. А в каком смысле? Я забыла. Для того, чтобы быть Марине, нужен какой-то особый смысл. Не то, что там какая-нибудь Инна, без всякого смысла. Мария, ты нас посиди, подожди, а мы пока к машине выйдем. Ты почему меня не предупредил? Сказал, приду с девушкой, я и подумал. Потом. Слушай, ты кого привел? Ты же мне все про какую-то Инну говорил. А я дурак, ляпнул. Когда я тебе про нее песни пел, самые замечательные, самые привлекательные. Ну, приврал. Для престижа. Девчонкам нравится, когда о них так говорят. Для тебя старался. Психолог хренов. Нет у меня уже никакой Инны. И, наверное, не будет никогда. А это Мария. Есть? Машка, ты жива? А если я скажу, что нет, ты поверишь? Не шути так, дочка. Ты сейчас где? У страшного прапорщика Сереги. В милиции? Пап, ну какая милиция? За что меня в милицию? Кто меня вообще видел в его квартире? Меня нужно было брать с поличным, тепленькую, с понятыми, прямо в душе. А сейчас… Не понял. Так ты что там делаешь у этого страшного Сереги? Это я сама хотела бы знать. Залазь! Спасибо вам, Константин Григорьевич, за любовь, за ласку, за хлеб, за соль. Пойду я пожалую. Как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали. Так ты куда? Как же отец? Я погорячилась. Не готова я к столь серьезным переменам в своей жизни. Пусть пока наш общий папа, папа будет только твоим. Мне нужно подумать. Да что тут думать! Сыжат Королев! Беру командование на себя! Трогай! А… Расскажи мне о своих родителях. Об отце? И о маме. Как они живут? Всегда думал, что нормально, но, наверное, не всегда все хорошо было. Я вот все думаю, это сколько мне лет было, когда ты на свет родилась. Чего это ты отца на сторону потянула? Извини, конечно. Ты вот появилась, и я подумал. Странно это вдруг оказаться в другой реальности. Была семья, о которой ты знал, все. А может оказаться так, что и не семья вовсе. И отец не отец, и ты сам не ты. Интересные мысли посещают рекламного агента. Откуда ты знаешь? А я колдунья. Других на психологический не берут. Вот ты, например, работаешь в рекламном агентстве, но не его хозяином. Не трудно догадаться. Но должность у меня с перспективой, ты не подумай. Нет, что. Пусть твоя Инна не думает. Она не моя. О, Котофей! Да ты у нас просто ловелас. Девушек меняешь, как мартовский кот. А я Инну пока не поменял ни на кого. Мы просто разошлись. Ну да. Дома работаю, два кита. Жить можно. Для равновесия не хватает третьего. А мне бы хоть таракан в коробочке завести. Да? Поселить негде. Потому что моя жизнь — дорога. Звучит загадочно и кокетливо. Что? Ты этот туман своим кавалером напускаешь. Я? Я вся такая неземная. Мой адрес — ни дома, ни улица. Угадал? Я тебя сейчас побью. Мой адрес — вселенная. И табличку ухода. Марья, звони два раза. Ах ты! Блин, а! Ты чего это? Ай! Да не останавливайся ты! Ну, газу, газу! Подожди. Посмотри, как работают профессионалы. Добрый день, сержант Пёрышкин. Здрасьте! 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 Угу. Поехали. Ну, ты даешь. Гаишники — рыбокопы. Их на жалость не проймешь. Что ты ему сказала? Что ты известный мексиканский космонавт. Готовишься к совместному полету. Для этого ты изучаешь нашу страну и вживаешься в роль аборигена. А я твоя переводчица. А почему мексиканский? Ну, я хотела сказать американский, но потом подумала, а вдруг он английский язык в школе учил. И захочет пожелать тебе приятного пути. А по-мексикански точно не скажет. А ты имя ему мое сказал? Конечно. Он сказал, что будет слушать сообщения о полетах мексиканского космонавта Умберто Эко. Тьф! Тебе не в университет надо было идти, а вы странно цирковое. Взяли бы без экзаменов. Тьф! Тьф! Ну что? Здравия желаю. Стажер Пёрышкин, как стажировка? Ничего, нормально. Как наши удальцы-лихачи? Нормально. Самое главное правило человека с жезлом знаешь? Не взмаха бесплатно. Молодец. Разрешите вопрос? Разрешаю. Скажите, а у Мексики есть вы космонавты? Не слышал. Да, и я за этим уже давно не слежу. Это раньше все к телекам бросались узнать, как на орбите. Да у нас тут, сам знаешь, такая орбита, что каждый день боишься в этот ближний космос попасть. Это точно. Да. А что? Да вот проезжал нас тут недавно мексиканский космонавт с такой интересной переводчицей. Да. Так вот, говорят, что к полетам готовятся. Не слыхали? Ну, ты даешь. А что? Это кто же им разрешил вот так, просто так, по нашим дорогам раскатывать? А никто им не разрешал. Они говорят, что они самовольно с базы смылись, ну, для того, чтобы показать мексиканцу, ну, как мы тут живем, ну, только так, изнутри, чтобы не по телевизору, да. Изнутри. Ну, вы же сами понимаете. Лопухнулся ты, братец, стажер. Капитально лопухнулся. Почему? Космонавт, пусть даже мексиканский, ты что должен был сделать? А что я должен был? Бдительность проявить. А ты слюни распустил. Номер автомобиля не зафиксировал, фамилию тоже. Да ну почему? Ну, смотрите, все я зафиксировал, пожалуйста, смотрите. Вот, вот, фамилия еще такая чудная. Умберто Эко. Вот и номера машины, все-все-все в порядке, все как положено. Пёрышкин, ты мне вот это вот приключение на свою задницу не ищи. Взял бы, по номеру проверил, что это за эхо тут такое по нашим дорогам раскатывает. Слушаюсь, сменюсь, обязательно проверю. Стажер. Вообще-то я о тебе ничего не знаю. А я вся здесь. Тут моя душа, в которую ты нагло пытаешься залезть и там расположиться. Расставить свои мисочки, разложить свои тапочки, развесить свои картиночки. А здесь моя жизнь, которую ты нагло пытаешься у меня украсть. А ты так ее ценишь? Какой презрительный тон. Какое пренебрежение. Господин младший куда пошлют на основании своего Куцова, как в осту бульдога жизненного опыта, пытается учить жизни других. Я видела, как ты прыгала на задних лапках перед своей теткой шампанским. Ее зовут Инна. Да хоть Христофор Вилибардович Глюк. Она и чемодан твой тащила, и в машину тебя силком запихивала. Ты ни слова, как пленный немец в партизанском отряде. Откуда ты знаешь? Ты следила за нами? Очень нужно. Я просто очень хороший психолог, и прекрасно знаю, как ведут себя такие, как ты. И что я должен был делать? Она тебе поехали туда, куда я хочу, а ты ей бас кулаком по столу. Она тебе силком в машину затаскивает, а ты ей так небрежно. Детка, наша встреча была ошибкой. То есть я в твою жизнь лезть не могу, а ты считаешь себя вправе указывать мне, как жить и давать свои дурацкие советы? Ну, наконец, ты заговорил по-человечески. А то я уж думала, что тебя ничто не раскочегарит. В твоем понимании говорить по-человечески, это значит, экстремально, на взводе, конфликтно. Мне так жить не интересно. Ну, конечно. Семейные ценности, с бабушками и дедушками под абажуром. Вся жизнь по расписанию, как поезд в метро. Следующая остановка — старость. Не старайся. Я все равно не рассержусь. Слушай, а я уже рассердилась. Так что гудбай, мексиканский космонавт. Острелись ты, сеньор. Э, ты что делаешь? Что ты делаешь, сумасшедшая? Убери руки! Подрощишь меня? Подрощишь меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выходи немедленно! А это что с тобой? Так бы и сказала. Выли отсюда! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаешь, я только сейчас заметила, а у тебя героическое лицо? Нет, правда! Этот нос, надбровные дуги, герой! Ты и должен был быть героем! Дуры несчастные! Ты хоть понимаешь, от чего я тебя спас? Я тебя об этом не просила! Там были два здоровых бугая! Нет, права была Инна, это просто ночная бабочка! Так что ж ты со мной возишься? Кто ты такой вообще, а? Я твой старший брат! Забыла! Ладно-ка, тофей. Поорали и хорэ. Что-то есть хочется. Ты чем-нибудь запаси в дорогу? Мужчина ведет машину, отгоняет от нее диких зверей. Я о припасах должна, думай женщина. Вот ты ее себе сначала заведи, эту женщину. А потом составляю служебные инструкции, что она должна, а чего она не должна. Ну, поехали, поедим. Давай, давай! Ура! Я победил! Да ну, дядя Миша, ну такого же быть не может. Может, посмотри, мой флаг развивается над штабом поверженного противника. Так что, прошу вас, под стул и кукарекать петухом, как договаривались. Ну, дядя Миша, ну. А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Тядя Миша, вы же в компьютерах чайник чайником, а? Ну, это прогресс. О! Алло! О, Машка! Доча, ты где? В кафе. Ты одна? Пап, почему нас мама бросила? О! Ну, доча, ты такие вопросы задаёшь, но, если честно, я даже не знаю, как тебе на это ответить. Понимаешь, доча, я сам голову ломал, что ей не устраивало обо мне? Кажется, я понимаю. Она просто устала одиноко сидеть дома и ждать, пока ты освободишь галактики от астероидов-убийц. Я попросил поставить музыку. Ты какую любишь? Угадай. Ты же угадал, как меня зовут? Я попросил их поставить свою. Будь чуть-чуть нежней со мной, Ведь я тебе не чужой. Тебя так трудно обнять. Стать тебе родней хочу, Но вновь опять промолчу, Как трудно чувства скрывать. Что потом, Мне всё равно сейчас. Ночь любви, Что это? Я не знаю. Это написано специально для тебя. Только что? Не смейся. Я решил, что когда я захочу поставить эту песню кому-то другому, я должен запомнить эту минуту. Вот. Слушай. Нежность и пожар в груди, Меня скорее остудить, Меня скорее остудить, Я весь былаю тобой. Пламя оживляет миг, И вдруг взрываюсь на крик, А твоя Нина это тоже слышала? Что поймёт любовь… Во-первых, её зовут Инна, А во-вторых, младшие сёстры не имеют права вмешиваться в личную жизнь старших братьев, Если хочешь получить этот дикт на день рождения. Кстати, когда у тебя день рождения? По-моему, я весь тебе дарю… По-моему, сегодня… По-моему, я весь тебе дарю… Что потом, мне всё равно сейчас… Ночь любви, знаю, сближает нас… Если так дальше пойдёт, никуда не доберёмся, я не вижу развилок на дороге… Что-то мне становится страшновато… А я думал, ты ничего не боишься… Да, надо искать место для ночлега… Где? В лесу? Смотри, мы рядом с твоим городом… Брянцево… У нас нет выбора, едем в Брянцево… Я надеюсь, тебе есть там, где остановиться… Дашь приют одинокому страннику в экстремальной ситуации, а завтра поедем к моим… Тормози! Что? Мне надо выйти… Куда? Реакция на страх… Потерпеть не можешь… Не могу, организм требует… Не могу, организм требует… В Брянцево… Да не на завтра, на сегодня… На сейчас… Куда ты опять влипла? Ну, извини, доча… Сейчас… Вот адрес, пиши… Ображная 13… Квартира 20… Да, хорошо… Да… Ты бы хоть помогла… Это ж твой родной город… У меня куриная слепота… Ничего не вижу по ночам… Мы уже полчаса кружим по этому району… Вот этот дом… Ну, посмотри по номеру… А вражная 13… Верхний этаж… А… Вот моя квартира… Ты же сказал, на верхнем… Ну, дом двухэтажный… Пятиэтажный? Внимательный… Какой, а? Отойди, пожалуйста, ты мне весь свет загораживаешь… Еще дальше… Встань на лестницу, у тебя очень объемная тень… Тебе помочь? Нет… Стой там… Здесь подход нужен особый… Ну, все… Заходи… Где у тебя свет включается? Выключатель на стене… Справа… Его здесь нету… Значит, слева… Чего-то я его тоже здесь не нахожу… А, он здесь, я пошутила… Уютненько… Сейчас я тебе все покажу… Ну, вот… Так я и живу… Точнее, жила… Пока в универ не поступила… Это кухня… И сразу ванная… Здесь у нас туалет… Точнее, кладовка… Как быстро забывать все плохое… Неудивительно, что тебе не хотелось домой… У тебя одна кровать, а раскладушка есть? Нет… И люстры нет… И скатерти нет… У меня очень бедные родители… То есть, мама и отчим… Все вещи пришлось продать за долги… И поменять нормальную квартиру… Вот… на это… Мама ведь играла на скачках… Там она и попала под лошадь… Ты сказала, ее задавило игровым автоматом… А… Ну, это я скрасила картину… Кстати, а где все твои вещи? Черт… Я даже как-то не заметила… Наверное, отчим все вывес и пропил… У меня очень неблагоприятная семья… Очень неблагополучная… Очень… Ой… Поехали… – Спрячься, отвезите? – Да, поехали… Я, наверное, спать лягу… Что-то устала очень… Здесь? Ну, да… А я где буду спать? Тоже здесь… Я с этой стороны, а ты с этой… Да я, наверное, в машине переночую… Ну, мы же братья… Ой, то есть сестры… Короче, я ложусь… Ты уж извини, переодеться не во что… И постели нет… Ну, значит, ляжем так… Ну, чё ты не ложишься? Смотри, сколько места осталось… Ну, чё ты не ложишься? Смотри, сколько места осталось… Ну, как устроился… Вроде хорошо… Я в душ пойду схожу, ополоснусь после дороги… Раз contact зимой… Звучитэм… Звучит папа… У-у-у… До свидания, Инна… ... Мне кто-то звонил? Нет, это был мой телефон. Ты уже спишь? Да. Может, поговорим? Мне нужно с тобой поговорить. Я хочу с тобой поговорить, а… Ты хочешь поговорить об отце? Ты же о нем ничего не знаешь. Отец… Нет. О нем мы успеем. Какой день длинный, как маленькая жизнь. А я тоже так подумал. Я даже подумал, что ты права. Яркие впечатления, необычные приключения. Вот смысл жизни. Только если они становятся ее содержанием. А, чё-то больно умная. А я вообще умная. Это недостаток. Но не всегда показываю свой ум. Это достоинство. Ты совсем не похожа ни на меня, ни на моего отца. Ты вообще ни на кого не похожа. Знаешь, как я перепугался, когда ты села в ту машину? Ты вообще боишься чего-нибудь? Да. Прожить жизнь так, как ты ее живешь. Знаю, знаю, слышал уже. Одни и те же стены, вокруг один и тот же диван. А если на этом диване сидит человек, который тебе не безразличен, неужели ты и тогда будешь считать старой обойной гвоздей, смотреть сколько раз повторяется надоевший узор на надоевших обоях? У-у-у. Да вы, батенька, поэт. Певец домашнего очага и комнатных тапочек. А я уж хотела тебя переименовать. И был бы ты не пушистый Котофей, а суровый мой генерал. Ну и не надо. Подумаешь. Мария Уси-пусья из Брянцева. Вода в разницу. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Что? Что это было? Не знаю. Я ничего такого не помню. Я спала, а вдруг ты вскочил и включил свет. Я лучше пойду спать в машину. Угу. Дверь захлопнет только. Подожди, я должна тебе кое-что сказать. Что это был за звук? По-моему, кто-то звонит в дверь. И что нам теперь делать? Я думаю, лучше открыть. Приготовься бежать. А зачем это твоя квартира? Слушай меня внимательно. Как только дверь открывается, ты головой вперед, расталкивая всех, бежишь по лестнице и не останавливаешься до самой машины. Понятно? А ты? Я за тобой. Построение называется «Свинья». Так строились в фаланге Александра Македонского во время битвы. Так, я не понимаю, почему ты должна бежать из своей собственной квартиры, да еще построившись свиньей. Доча! Открывай! Можешь расслабиться. На сегодня свинья отменяется. Па, что ты здесь делаешь? Михаил Андреевич. Мой отчим. Что? А, это тот, который пьяница и вор. Который вывез из квартиры все вещи и пропил. Что? Я пошутила. Знакомьтесь. Костя, Машин брат. А, а вы на чем сюда приехали? На своей машине. Она стоит возле самого подъезда. Никакой машины там не стоит. Возле самого подъезда. Возле самого подъезда? Машины нет возле самого подъезда. Как нет? Нет. Я сбегаю, посмотрю. Давай, рассказывай, кто пьяница и вор? Пап, я не хочу сейчас об этом говорить. Да? А когда захочешь? Я тебе потом все объясню. Нашел! Представляете, со мной такого никогда не было. Я их во дворе оставил и забыл. Юношеский склероз. Угу. Угу. Поехали! Поёт! Как будто ничего не случилось! Натерпелась, девчонка. Ты пойми, Костя, она же без матери воспитывалась. Трудно, наверное, Марье было. Мать погибла. Только я так и не понял, под лошадью или под игровым автоматом. Извините, тяжело об этом говорить. Это сама она сказала, что мать погибла? Угу. То есть, насмерть? Угу. И что у нее в паршивке? Матери нет? Ну, Машка. Доча! Мария, выйди, поговорить надо. Сейчас. Ну, доча, может ты нам расскажешь все? Это надо же, такое придумать о матери. Стоять! А теперь, отвечать, где твоя мама? Не знаю. Нет, знаешь. Вот она тебе открытку прислала. Пишет, что помнишь, что любит. И мы ее любим. А она поедет, поедет и вернется. Константин, жива ее мама. Мама, а теперь скажи, кто я тебе? Отчим. Нет, ответ неправильный. Отец. Не отец, а папа. Единственный. Или ты меня тоже похоронила? Я жизнь на тебя положил. Я хорошим тебя только учил. А ты, дочка, дочка, предала ты маму. Меня продала. Замолчи! Нет! Не замолчу! Марья, как ты могла. В самом деле, они же твои родители. Значит, двое на одного, да? Значит, вы хорошие, я плохая, я предательница, да? Ты, Костя, всегда хотел услышать правду. Слушай, я, я учусь в чужом городе. Мне надо где-то жить. У меня нет денег. Поэтому мой папа по компьютеру подыскивает мне пустые квартиры. Люди выезжают отдыхать, а я въезжаю. Да, я все время живу в чужих квартирах. Но я не воровка. Да. Бог миловал. И я тебе не сестра. Этот вот мой отец, а там где-то мать еще есть. Мне просто понравилась твоя квартира. И родители твои на фотографиях такие счастливые. У меня просто никогда не было нормальной семьи. Но… Папа, не спорь, у нас никогда не было нормальной семьи. Вот моя мама. Одни открытки. С днем рождения, с Новым Годом, опять с днем рождения, опять с Новым Годом. Все. Что? Скажи что-нибудь. Сейчас. Голос пропал. Я с самого начала знал, что ты не моя сестра. Вы знаете, что я, я, пожалуй, на кухню пойду, воды поищу. Когда ты показала мне ту старую фотографию из моего альбома, я сразу все понял, на ней был не мой отец. Ну, а ты ничего не сказал? Я подумал… Хотел, чтоб ты во всем призналась. Когда поймешь, что я не хочу тебе зла. Но ты продолжала врать и дальше. Я тебе не доверяю. И твоему отцу тоже. Я уезжаю. Ну, и катись, эгоист несчастный. Тебя интересуют только твои мелочные переживания. Подумаешь, я ему сразу во всем не призналась. Хотела бы я посмотреть на тебя на моем месте, если тебя застукали в чужой квартире. Со мной бы этого не произошло. Никогда и ни при каких обстоятельствах, ни в этой жизни, ни в любой другой. Но тебе этого не понять. Мне не нужны чужие шмотки. Чужие квартиры, чужие отцы-матери. Я хочу прожить свою жизнь, как бы она ни сложилась. И знаешь, как называется то, чем ты занимаешься? Ты и твой отец. Все, ребята, собираемся, уходим. Хозяева возвращаются. Это не ваша квартира? Ну, конечно, нет. Они выставили наукционную продажу. Ну, вот. А здесь они не живут. Да. Так вот почему ты не могла на тебя кричать. Все, 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 все. Потом разберемся. Давайте собираться. А то мы не объясним людям, почему здесь находятся чужие. Во что ты меня втянула? Котофей! У меня имя есть. Ой, все, 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 все. Пошли, 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 пошли. Да, Инна, здравствуй. Вчера звонила? Ну, наверное, связь была плохая. Я вечером приеду, тебе позвоню. – Свободен? – Да. Спасибо. Проходи, Лёва. Спасибо. Да, ремонт нужно сделать обязательно. Квартира все-таки в очень хорошем состоянии. Боже мой, держайте ключи. А, вот. Вот такой евроремонт. Да. А-а-а! А-а-а! Доча, ты это поешь? То, что не сердишься на меня? Или злобу копишь? Понятно, злобу копишь. Сержант Пёрышкин. Ваши документы. Опачки! Не думал вас встретить снова к господину Умберто Экко. Кто? Да это я у вас должен спросить. Кто это позволяет себе на веренном мне участке дороги ездить с превышением скорости, да еще и по чужим именю? Может быть, у вас там, в Мексике, и позволено шутки шутить с представителями закона? А нас уж извините, пожалуйста. Надо уважать. Погодите. Нет, это вы. Погодите. Пока я говорю, можно помолчать. Где наша соседка-красавица-переводчица? Вы меня слышите? Я спрошу, где она? Че такое? Язык проглотили. Переводить больше нечего. Так понятно. Давайте документы. Машка, не переживай. Ну, ты же у меня умница, красавица. А кто он такой? Обмолчи уж. Что ты в этом понимаешь? Маша, маму променяла на свои стрелялки. И сейчас только и думаешь о том, как бы я поскорее ушла, чтоб засесть за свой компьютер. Машка, не смей порочить отца. Машка, папа, не буду я с тобой жить, иначе свихнусь. Лучше мы с тобой перезваниваться будем. И помогать друг другу. Ты мне помог капитально. Не знаю, что ей делать. Ты мне помог капитально. Не знаю, что ей делать. Ты мне помоги. Привет. Я узнала, что завтра мы уже сможем вылететь утренним рейсом. Я не сдала билет, поэтому мы потеряем всего лишь два дня. Слушай, а ты совсем не такой, каким мне казался раньше. Не такой уж ты тихий мальчик. А, знаешь, я тут перебрала чемодан. В общем-то, взял просто кучу ненужных вещей. А, знаешь, папа, я тут подумала, зачем себя так мучаю. Я так больше не могу. Да все в порядке будет, плюнь ты на все. А что, ты лучше ко мне в гости приезжай. А мы что-то придумаем, да. Город-то большой. Ах, я тебе такую завтра квартирку выкачу. Ты пальчики оближешь. Папа, найди мне другую квартиру. Мне здесь не нравится. Ну, все, доча, хватит. Ну, ты перебрала все свободные квартиры во всем городе. Ну, я ничем не могу помочь, ничего не могу найти. Город-то большой. Наши-то семьи. Как? Как в адрес узнали? Ну да. Костя, я вот по какому вопросу. Она вас прислала? Нет, нет. Если она узнает, она со мной месяц не будет разговаривать. Это моя личная инициатива. Я просто пришел с тобой посоветоваться как с сыном. Она у меня единственная дочь. Пропадает девчонка. Что значит пропадает? То и значит, что пропадает. Она не хочет ночевать на чужих адресах. И ночует в кинотеатре. Маша. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марья, ты здесь? Это ты кричал? А, это ты. А, конечно, я кого-то здесь намеревался увидеть. Здесь никого не было? А, я не знаю, я выходила в магазин. Слушай, у тебя совсем растрепаны нервы. Кстати, такси у дома все уже готово, нам пора ехать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, придется все-таки бутылку выставлять. Я таки напарнику проспорил. Слушай, а что, если я напарника вызову на подмену, и мы с тобой рванем? Куда вы там собирались? Ну жалко, такая женщина и пропадает, а? Пошел ты к черту! Ну, ну, будет исполнено! Как ты попала в дом? Я же закрывал дверь. Всего лишь на замок. Я понял, жить нужно в кайф. Яркие впечатления, приключения, вот смысл жизни. Правда, Мария? Да. Мой генерал. Будь чуть-чуть нежней со мной. Ведь я тебе не чужой. Тебя так трудно обнять. Стать тебе родней хочу. Но вновь опять промолчу. Как трудно чувства скрывать. Что потом? Мне все равно сейчас. Ночь любви, знаю, сближает нас. Нежности пожара в груди. Меня скорее остудит. Я весь пылаю тобой. Пламя оживляет миг. И вдруг взрываюсь на крик. Меня поймет любой. О, я люблю, как я тебя люблю. Счастье, мир, я весь тебе дарю. Что потом? Мне все равно сейчас. Ночь любви, знаю, сближает нас. И я все равно сейчас. Все равно сейчас. Продолжение следует...